Минусинскую тюрьму, располагающуюся в Коснодарском крае, принято считать самой жесткой, потому что на ее территории действуют только красные законы, установленные администрацией исправительной колонии. Здесь ломают тех, кто подчиняется вратским традициям и живет по понятиям. В настоящее время исправительная колония состоит из пяти корпусов, в каждом из которых может располагаться до 250 человек. С целью предотвращения побегов здесь установлена современная система охраны. Для заключенных обустроен неплохой досуг. Несколько часов в день они могут прогуливаться по специальному дворику. Здесь оборудовано множество приспособлений для занятий спортом. Поэтому для заключенных есть удивительная возможность оздоровиться или подтянуть свое тело за счет физических упражнений на свежем воздухе. В этой тюрьме есть также корпус для несовершеннолетних. Для юных преступников предоставляется возможность освоения школьных программ. Взрослые же заключенные могут получить профессию, по которой в дальнейшем у них будет возможность устроиться на работу на свободу. На территории тюрьмы оборудовано швейное предприятие, производство по изготовлению макарон, хлеба и тротуарной плитки. Узники сначала проходят курс обучения, затем оттачивают свое мастерство на практике. Еще с советских времен эта тюрьма классифицируется на эффективном исправлении тех, кто отрицает власть. Соответственно, часто сюда отправляют отбывать наказание влиятельных воров законе. Для них эта исправительная колония является промежуточным звеном, после которого они отправляются отбывать наказание по этапу. Цель перевоспитания – сломить законника, чтобы попав в новое место, он не смог больше жить по понятиям. Кроме законников здесь отбывают и преступники, которые совершили преступление особой тяжести. Убийцы – лидеры преступных кланов. Сюда же для исправления переводят тех, кто многочислено нарушал режим в других тюрьмах. Таким образом, условия пребывания особо опасных заключенных здесь удовлетворительны. С каждым заключенным работают опытные психологи. По статистике, многим людям, вышедшим из Минусинской справительной колонии, удалось перевоспитаться и вернуться к нормальному образу жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова